Мужики, как вам тренинг? Всем быть на следующий поток! Ребят, всем здорово, это Шамшурин. Как вам марафон? Надеюсь, что все-таки большинство из вас выполняет задания марафона, потому что, в принципе, выполнив их, вы уже получите очень сильный ощутимый результат, несмотря на то, что я там даю какие-то базовые вещи. Значит, объявление такое, ребят, значит, 13-го числа в субботу в 3 часа дня в Москве, в центре Москвы состоится мастер-класс живой для всех желающих. Собственно, история следующая. Два с половиной часа будет теория, где мы с вами с удовольствием пообщаемся, и я вам отвечу на все вопросы. И еще два с половиной часа после него будет практика, то есть такая небольшая практика. То есть, грубо говоря, вы можете поучаствовать в ней, вы можете попробовать свои силы, это будет очень круто, это будет очень классно. И лично со мной, с моими тренерами, попробовать протест-драйвить, скажем так, те упражнения, которые мы даем. Будет очень круто, вот недавно провели в Питере, все довольны, все счастливы. То же самое в Москве. Значит, мастер-класс живой с вечерней практики. По стоимости 2000 рублей сам мастер-класс, 5000 рублей вечерняя практика. Для того, чтобы вписаться и оставить заявку, и попасть туда, потому что зал, опять же, мы берем небольшой, ссылочка под этим видео, там есть электронная почта, напишите туда слово «мастер-класс в Москве» и свой телефон, и имя, вам перезвонят и вас запишут. Все, надеюсь, увидимся именно с тобой в субботу 13-го числа. Короче, смотрите, есть такая, как бы, схема, там, познакомился, заинтересовал собой, там, поздоровался за руку, там, не знаю, взял телефон, обнял, звонил, обнял, там, ну, на мелкие кусочки, да, там, открыл, там, вызвал доверие, там, позвонил, свиданка, поцелуй, обязательно сначала в губы, потом, там, сиськи, потом письки, там, потом секс. Если у вас какой-то, блядь, этот, идет по пизде, какой-то этап не получается, но не дает она вам руку при знакомстве. Это не значит, что такие, ай, сука, короче, ничего не получил. Это значит, что вы берете и думаете, да хрен с ней с рукой, я сразу буду делать следующее. Тут то же самое, если она не хочет, то есть, для секса нужно переместиться, как там, на хаос, короче, домой. In the house, yeah. Она не хочет, и не поеду домой, но при этом она трогает тебя за хуй. Срать, не знаю, ищет, короче, елочки, блядь, не знаю. Ищешь, туалет, то есть, сам факт, что она тебя трогает, понимаешь, это намного, как сказать, для тебя это намного более лучше и уверенней в том, что будет секс, то, что она не идет к тебе домой, но она трогает тебя за хуй. Чем если бы она не трогала тебя за хуй, не давала трогать себя и пошла с тобой домой. Потому что там еще, прикинь, вы пришли домой, а она такая, ты знаешь, нет, нет, у меня месячные, плюс небритые ноги, плюс я там не даю, то есть, там какая-то борьба происходит. Тут самое главное, просто понимать, тёлка с тобой, она тебя трогает за член, домой не хочет, похер, значит, мы не пойдем домой, то есть, есть другие места. Каршеринг. То есть, вот эта схема, она, вы еще раз поймите, если в ней нет какого-то звена, она выпадает на хуй. Это значит, что просто можно делать все остальное. Это такой пазл, что, значит, ты собрал пазл, у тебя нет одного кусочка, ты куда и хуй, если все равно в рамку приклеил, поезд на стенку. То есть, а не так, что, ну все, блядь, не поедет, это не самолет, кто тут у нас, батальончики-самолетчики. То есть, он полетит и без всякой остальной херни. Нужен какой-то знак, вы боитесь вот сделать какие-то действия, вы хотите получить от девки какой-то намек или знак. В твоем случае был намек, прям вот, типа, там, а с кем ты живешь, там, а где ты? Чувак, ну не удивительно ли, что она, вернее, для чего она это спрашивает? Там один живешь, а в каком районе? А, уже поздно. Ну, то есть, девушка уже, бедные бабы, ебаный в рот. Я реально смотрю и думаю, что с пиздец, вы сейчас должны это воспринять не то, что как я это буду делать, она же женщина, а как то, что, сука, спасите мир, блядь, от недотраха, не знаю, в конце концов уже. То есть, понимаешь, они, наверное, думают, да, еб твою мать, сколько можно, когда дебилы кончатся, блядь, нормальные парни будут меня уже ебать, потому что я не хочу в театр, блядь, и в кино я не хочу, я хочу трахаться, блядь. И это нормально, потому что она живой человек, понимаешь? И, в общем, бывает такое, что вы на свидании трогаете уже, нюхаете, там, целуете, она лежит, ну, вернее, лежит, сидит, просто, ну, бывает очень страстные дети, которые разрешают себе вот это, прям, проявлять сексуальность, стонет, дышит. А бывает такое, что она такая, ну, типа, как будто ей пофиг, как будто она фригидная. Но потом, когда все начинается уже дома, у вас секс, она там сама во страхе. То есть, я спрашиваю, например, а почему ты так себя вела там? То есть, она говорит, а я что, тебе должна была там, блядь, и стонаться, что ли? То есть, действительно, и это правильно. То есть, вы хотите какой-то зеленый свет, намек, может быть, про где ты живешь, там, уже поздно, а куда поедем? Вот эти вопросы, это и есть зеленый свет. Не будет такого, что она поднимает табличку, а там написано, поехали трахаться. Что ты сказал? Я? Ничего. И вот хороший момент, кто-то тут говорил, раздавал вопросы про секс. То есть, когда вы сами начинаете темы о сексе, разговаривать о сексе, это начинается при знакомстве. Если вас колбасит, вы не можете говорить о сексе, мы сегодня в полях при знакомстве будем разговаривать о сексе. То есть, мы будем эту тему поднимать, чтобы поняли, что оказывается нормально, они на это реагируют. И когда вы на свидании разговариваете о сексе, и она начинает отвечать на эти вопросы, то есть, это уже хорошо. Но когда она сама начинает эту тему поддерживать, ну, и задавать какие-то контр-вопросы, а у тебя как, а ты что? Вот. И то есть, сама уже начинает тему секса развивать. Для вас это должно быть охуительным просто зеленым светофором, что все, можно уже все делать, понимаете? Поэтому неплохой вариант, если уж вам нужен этот зеленый свет, который вам никто никогда показывает, не будет единственный зеленый свет, если она до сих пор еще здесь, то есть, что бы она там ни говорила, что там, мне не нравится, что ты меня там трогаешь, ты такой наглый там, это, Кирюха, я сейчас про твою ситуацию. У меня есть мужчина. Еще один, у меня есть мужчина. Если она до сих пор, сука, физически находится рядом с вами, ну, если вы ее батареей наручниками не приковали, все там, в подвале, в Кирюлеву, блядь, значит, все нормально, значит, вот вам и есть зеленый свет. Не будет такого, что она будет говорить, чувак, а поехали к тебе. И вот эта тема с вопросами о сексе, с разговорами о сексе, она очень хорошая, потому что она позволяет понять, что если девушка ее подхватила, ну, все, все четко. Поднимите руки, у кого есть номера после тренинга. Кому вообще понравился тренинг, кто получил результат после тренинга? Спасибо. Здесь вырубали. Я сегодня, короче, подарю.